Эпидемиологи Мордовии, как и руководство региона, с осторожностью, но все же говорят о некой стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Приводится статистика подтвержденных случаев COVID-19 и то, что их новое ежесуточное число не превышает 40. Также в качестве аргумента ссылаются на сокращение коек для больных этой инфекцией. И в то же время эпидемиологи продолжают считать ситуацию с коронавирусом сложной. Коллективный иммунитет он пока не достиг высокого уровня. И, как мы говорим, эпидемиологи говорят, горючий материал эпидемии существует. И если коллективы, которые сейчас формируются, мы не будем обеспечивать безопасные условия для учебы, безопасные условия для нахождения в коллективах, то не исключено, что будут возникать какие-то факты и осложнения эпидемиологической ситуации. В последние два месяца Мордовия находится в режиме поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса. В этом плане республика следует разработанным Роспотребнадзором рекомендациям. Однако многие жители региона сами могли убедиться и не один раз, что во время пандемии случаев нарушения запретов было предостаточно. Он не считает нужным использовать маску, он не считает нужным соблюдать социальную дистанцию. Мы уже достаточно много об этом говорили, и примеры приводили, и тяжелые, и очень, так скажем, даже трагические примеры приводили. Если человек забыл об этом и не считает нужным это соблюдать, ну, мы все взрослые люди, в конце концов. Мы же говорим об этом, что ковид никуда не ушел. Он циркулирует, эпидемический процесс продолжается. Сидеть и дома, значит, и людей держать в заперти, я не думаю, что это правильно. А беспокойность врачей вызывает и возможное взаимодействие коронавируса с новыми штаммами гриппа. Привычная сезонность заболеваний ОРВИ в этом году совместилась по времени с еще не побежденным ковид-19. Вот обычный подъем, эпидемический подъем острых респираторных вирусных инфекций приходится вот на именно это время. Когда формируются новые коллективы, люди приходят туда, соответственно, со своими возбудителями, обмениваются. Кто-то приехал из Сочи, кто-то приехал из Крыма, кто-то приехал откуда-то еще. Сейчас у нас люди все поехали отдыхать. И тут они начинают обмениваться этими заболеваниями. И вот в этом случае как раз и происходит этот подъем, общий эпидемический подъем заболеваемости. Специалисты более всего опасаются групповых случаев заражения коронавирусом. Особенно это касается детских садов, школ и других учебных заведений. Поэтому и не устают повторять врачи. Санитарные меры безопасности рекомендовано соблюдать не для галочки. Евгений Волгов, Павел Толобаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова